ВАДИМ ЗЕЛАНД Между тем, изначальная и основная причина была открыта еще в 1931 году доктором Отто Варбургом, за что он получил Нобелевскую премию. Рак вызывается ослабленным клеточным дыханием, когда клетки не хватает кислорода. Однако почему-то никто об этом не вспоминает. Можно дышать сколь угодно чистым воздухом, но клетки все равно будут страдать кислородным голоданием, если среда организма кислая. В свою очередь, недостаток кислорода еще больше закисляет организм, так что получается порочный круг, который неизбежно ведет к болезни. При повышении PH нашего организма всего лишь на 0,15 способность усвоения клетками кислорода увеличивается на 60%. Раковые клетки не могут развиваться в кислородной, то есть щелочной среде. Паразиты тоже. Сейчас всем, как женщинам, так и мужчинам, как молодым, так и не очень, хочется быть здоровыми, стройными, красивыми. Подумайте, отчего пожилые люди постоянно зямнут и кутаются, а молодые одеваются легко и не мерзнут. У последних, что называется, горячая кровь. Но почему? По одной простой причине. Молодые сосуды пока еще чистые, а потому и кровь бежит по ним свободно, и энергии выделяется больше. А к середине жизни у среднего человека просвет в кровеносных сосудах уже чуть ли не наполовину зарастает отложениями солей, которые содержатся в воде. В населенных пунктах, где в пищу идет жесткая вода, люди чаще страдают болезнями сердца, инсультами, артритом, атеросклерозом и прочими недугами, обусловленными отложением солей. Кислотно-щелочной баланс. Живая вода имеет щелочную реакцию. У нее PH больше 7. Хотя на вкус эта щелчность почти не ощущается. Реакция мертвой воды кислая. PH меньше 7. Мертвая вода закисляет наш организм. Живая, наоборот, ощелачивает. А зачем нужно ощелачивание организма? Дело в том, что все внутренние среды должны быть щелочными, иначе организм выходит из строя и останавливается, как двигатель на грязном бензине. PH крови здорового человека равен 7,43. Если этот показатель опускается до 7,1, человек умирает. Видите? Всего лишь десятые доли отделяют нас от смерти. Вода – основа жизни. От этого нужно отталкиваться в любых рассуждениях на тему энергии, здоровья и долголетия. Однако данный факт настолько проштампован в сознании людей, что с ним соглашаются и тут же забывают. Так что, не успев начаться, рассуждения на том и заканчиваются, переключаясь на, казалось бы, более конкретные вопросы. Повышение энергетики при помощи всевозможных эзотерических практик, поиск чудодейственных лекарств и таблеток бессмертия. Парадокс состоит в том, что о воде, самой простой и привычной в обиходе вещи, люди привыкли ничего не знать. Удивительно. Главная причина низкой энергетики, если не считать отсутствия цели, сильная зашлакованность организма. Прозаическая вот такая причина. Чтобы обрести душевные силы, нужно увлечь душу, найти свою цель. Но в то же время, если вы во власти апатии, цель отыскать не удастся. Получается замкнутый круг. Для пробуждения сил нужны силы. Вот поэтому я и предлагаю вам простой и естественный путь высвобождения энергии, которая чуть ли не полностью задействована на поддержание жизнеспособности. Здесь я расскажу о свойствах воды. Насколько простых и очевидных, настолько и шокирующих для тех, кто ничего об этом не слышал, но не хотел бы скоропостижно состариться и попросту сдохнуть. Буду называть вещи своими именами, потому что самая постыдная и глупая смерть – от невежества. Теперь очень важный вопрос. Какую воду следует пить? Обычная водопроводная вода для этого не годится. Она чисто техническая. Ею можно мыть пол, машину, унитаз, но никак не пить. Вода, которая течет из крана, мертвая. Это просто химическое вещество, которое плохо усваивается клетками организма. Организм стареет, когда вода покидает его клетки. А почему она их покидает? Одна из причин в том, что воду вслед за энергией высасывают из клеток свободные радикалы, как насосом. Свободные радикалы – это молекулы-вампиры. Они положительно заряженные, неполноценные и зверски голодные, поскольку им недостает свободного электрона. Эти вампиры ищут, где бы урвать свободный электрон, а вырывают они его из беззащитной клетки. В результате клетка теряет энергию, жизненную силу, со всеми вытекающими последствиями. Свободные радикалы – одна из главных причин старения организма. Антиоксиданты – это, напротив, отрицательно заряженные молекулы, которые несут свободный электрон. Такие молекулы – доноры. Они нейтрализуют свободные радикалы. А молоды вы настолько, насколько еще держится заряд в ваших аккумуляторах, клетках. Есть у воды такое свойство – окислительно-восстановительный потенциал – ОВП, который измеряется в милливольтах. Живая вода имеет отрицательный заряд, что свидетельствует о наличии в ней свободных электронов. В мертвой воде, напротив, наблюдается нехватка электронов, а потому заряд у нее положительный. Американский ученый Леонард Хайфлик открыл, что клетки организма могут делиться только ограниченное число раз – около 50, после чего просто умирают. Лимит Хайфлика зависит от теломер – концевых участков ДНК. При каждом делении клетки теломер укорачиваются. После определенного количества таких делений теломеры уменьшаются до предела, после которого дальнейшее деление невозможно. Клетка умирает. Но это еще не все. Главный вывод, которому пришли в ходе многочисленных экспериментов, состоит в том, что основной причиной уменьшения длины теломеров, помимо деления клеток, является воздействие свободных радикалов. Другими словами, организм не успевает прожить положенный ему срок, потому что человек с рождения целенаправленно убивает себя мертвой пищей. Для избавления от гостей одной антипаразитарной чистки недостаточно. На смену старым придут новые. Так вот, оказывается, не придут, если в организме поддерживать высокий показатель PH. Паразиты не могут жить в щелочной среде. Для их существования пригодно лишь гнилостное или кислое. Любые напитки – это еда. И вовсе не потому, что какой-то помешанный натуропат однажды ввел такую классификацию. Просто наш организм воспринимает напитки как то, что требуется каким-то образом переварить, усвоить или выбросить. Чистая же вода для организма является средством очистки и поддержания водного баланса. Воду для себя наш организм приспособился извлекать из пищи, в том числе из напитков. Но как ему очищаться? Если он не получает чистой воды для самоочищения, ему приходится как-то выкручиваться, извлекать воду из своих ресурсов. Таким образом, пить воду нужно за тем, чтобы организм мог очищаться. В чем сила живой воды? Живая вода дает энергию, нейтрализует свободные радикалы, очищает организм, замедляет процесс старения. А еще она растворяет жировые отложения. Чем вы моете жирную посуду? Щелочными средствами. Живая вода это и есть моющее средство для организма, поскольку она щелочная. Если вас беспокоит лишний вес, он будет продолжать беспокоить до тех пор, пока ваше внимание уводится в сторону диет и прочих изощрений. Заметно улучшает свойство воды порошок коралла Санго. Эту продукцию распространяет всемирно известный коралловый клуб. Не так давно обнаружилось, что жители японского острова Окинава живут значительно дольше своих соотечественников. Оказалось, на этом острове в изобилии присутствует уникальный коралл, который делает воду целебной. PH повышается, ОВП уходит в отрицательную область. Улучшается структура воды. Не подумайте, что я занимаюсь рекламой, мне за это не платят. Моей заинтересованности никакой нет. Я всего лишь делюсь полезной информацией, от которой действительно будет толк. Коралл Санго вы не увидите в рекламе. Такие вещи в ней не нуждаются. Они распространяются по другому принципу, из уст в уста, от людей, которые испытали их на своем опыте. Я вам тоже передаю свой опыт. Вы можете прочитать гору литературы по чудодейственным методам избавления от болезней. Но так и будете всю жизнь лечиться. Все зависит от цели. Если цель – лечение, оно не кончится никогда. Если цель – здоровье, оно будет у вас уже очень скоро. Поэтому моя задача состоит не в том, чтобы помочь вам избавиться от каких-то болезней, а в том, чтобы ориентировать ваше намерение на изначальное здоровье, присущее самой природе организма. Я не медик и не обладаю обширными знаниями о лечении болезней. Все, что мне известно и что хочу донести до вас – это простая истина о том, как болезней избежать. Всяких видов заболеваний очень много, а как их лечить – вообще большая грандиозная наука. Как все сложно, да? Эта истина очень простая и, я бы сказал, чистая. Если подняться к истоку и исследовать простой истине, то необходимость взамысловатой науки о лечении заболеваний отпадает. Надо пить живую воду, дышать живым воздухом и есть живую пищу. Вот и все, что требуется знать и делать.